Мы только что отпраздновали День знаний, когда первоклассники впервые переступили школьный порог. И они пришли в школу, уже получив знания и навыки, в основном в учреждениях дошкольного образования. Чтобы дети приходили в школу подготовленными, педагогам детских садов необходимо владеть современными методиками и уметь применять полученные знания на практике. Как этому содействовать? Об этом в нашем репортаже. Сейчас мы с вами поиграем с огнем. Огонь – явление культуры. Мы сконструировали огонь. Вот он, живой, мерцающий, подвижный. Лучший способ повысить квалификацию, осовременить работу и обогатиться новыми идеями – это общение с известными педагогами, авторами популярных программ. Такое общение состоялось в ходе двухдневного практического авторского семинара, который был организован по инициативе администрации Славянского детского сада номер два. Воспитатели, музыкальные руководители и другие специалисты из детских садов Славянского района получили прекрасную возможность для развития. Доктор педагогических наук Ирина Лыкова, один из корифеев дошкольного образования, автор программ «Цветные ладошки» и «Умные пальчики», щедро делилась здесь своими наработками в области художественно-эстетического воспитания детей. Именно в таких встречах удается познакомить не только с самой программой, это каждый педагог может прочитать, а в форме мастер-класса, на семинаре, в живом общении, обменяться идеями, услышать, какие трудности есть у педагогов, и из рук в руки передать то, что нами наработано, получить обратную связь и даже выйти на то, чтобы обобщить прекрасный опыт педагогов. Надо ли говорить, что славянские специалисты постарались на все 100% использовать семинар, чтобы открыть новые горизонты в своей нелегкой, но очень важной профессии. К нам приехал автор нашего парциального курса «Цветные ладошки», который не только рассказывает как с сухим текстом в книге, но и показывает на практике, как работает ее программа, как работать с ее программой, как ее правильно преподнести детям. Это действительно очень большой практический опыт для любого воспитателя. Кандидат педагогических наук Анна Буренина, автор популярной программы по ритмопластике «Ритмическая мозаика», ведущая семинаров для музыкальных руководителей детских садов по вопросам музыкально-ритмического воспитания детей, не нуждается в особой рекламе. В Славянске она нашла самых благодарных слушателей. Моя задача показать тот материал, который бы на малом учил многому, то есть показать, как одновременно развивается ребенок, учится чувствовать музыку, чувствовать красоту. Он растет, и он должен понимать, ощущать свое тело. Развиваются все двигательные навыки, развиваются музыкальные способности. И как это сделать, чтобы ребенку было интересно, чтобы ему это все нравилось, чтобы он это делал с удовольствием, радостно, без многочисленных многочасовых репетиций, и чтобы это было красиво, легко и доступно. Музыкальные руководители с удовольствием включились в работу с Анной Бурениной, которая обладает даром преподносить все наглядно и просто. Это настоящий подарок для нас, музыкальных руководителей. Это настоящий подарок для нашего музыкального сообщества. Мы обогатились идеями, мы обогатились новыми интересными творческими находками. Интересно и весело было на семинаре, и этот положительный настрой педагоги принесут в свои учреждения образования, чтобы поделиться им с коллегами и всем вместе осваивать новые технологии. А Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...